Исповедь священника перед церковью. Предисловие. Когда пленник после долгого плена возвращается на родину, то он ждет не дождется, когда вступит на свою любимую землю и увидит своих родных и близких, и когда увидит, что плачет от радости и спешит рассказать о том, как он жил на чужбине, как тосковал по родине, как томился и страдал. Я теперь в своих глазах подобен пленному, всеми силами души, стремящемуся на свою милую родину, к радостной духовной жизни во Христе. Первые двадцать лет своей жизни я жил в своем сознании на родной стороне, на свободе евангельской жизни, а затем попал в плен языческому миру и двадцать три года был жалким пленником на духовной чужбине. Теперь мне верится, я вновь вступаю на свою родную землю, теперь снова душа моя горит желанием служить одному Христу, и я хочу поведать всем близким и родным по духу о своей великой радости, когда перед глазами моими открылся родной край и о тех ужасах одинокой и несчастной жизни, какие пережил я на далекой чужой стороне. Исповедую свою веру и рассказываю о своей жизни в всей Церкви, единственно потому, что думаю, не послужит ли моя горестная повесть на благо и радость душам христианским и находящимся в тихой пристани духовной жизни и обуреваемым волнами сомнений, колебаний и мирской суеты. Никого не хотел бы я в своей исповеди ни судить, ни осуждать, ибо я себя самого считаю первым грешником в Церкви, и только благодарю Господа за его ко мне милость. И если что скажу резко или даже жестко, то всех прошу простить меня, ибо крещу я от одного воспоминания той страшной боли и тоски, какие я пережил, и от ужаса, когда вижу, что и другие, мои близкие братья по вере, идут путями подобными тем, какими я долгие годы шел ранее. А всего более горюю и ужасаюсь, когда вижу Господа Иисуса, пренебрегаемым в самой Церкви Его, и заповеди Его вижу поруганными от самих христиан. Каждое творение славит Господа и исповедует Его, как умеет. И я во имя и славу Его исповедую и скорби души моей, и радость веры моей, исповедую, как умею, от чистого сердца и с горячим желанием, чтобы мое слово не иметь и разделение внесло в Церковь Христову, но послужило нашей общей духовной пользе и взаимному назиданию. Автор. Часть первая. Не знаю, кем я был до своего появления в мир. На Землю я появился в 1875 году. Родители у меня были крестьяне. Бедные. Первых три года я не помню. С четвертого же года своей жизни до сего дня я помню все. Я очень рано почувствовал в себе влечение к одиночному созерцанию Бога и природы. Насколько припоминаю, меня с самого раннего возраста соседи считали каким-то странным мальчиком. Я чуть ли не с пяти лет начал сторониться своих товарищей по своему детскому возрасту и уходить в лес, бродить по полям, просиживать на полевых курганах, где отдавался размышлению о том, есть ли Бог, есть ли у него у Бога жена, дети, что он ест, пьет, откуда он явился, кто его родители. Почему он Бог, а не другой кто-либо? Почему я не Бог? Что такое я? Почему я хожу, кивая головой, говорю, ем, пью, сижу, лежу и так далее, а деревья, травы, цветы этого не могут делать? Больше всего на меня производились сильное неотразимое впечатление солнце и в ночные часы звезды. Я никак не мог понять, каким образом солнце движется. Были дни, когда я так увлекался солнцем, что вечером, ложась спать, думал, вот завтра, как встану, то обязательно пойду туда, откуда оно появляется. Только нужно ломать хлеба взять, и чтобы меня не увидела мама. Не менее солнце меня сильно занимали и звезды. Я никак не мог понять, почему они только показывались ночью, что они такое, живут ли как люди, или они зажженные лампы. Особенно меня приковывал к себе Млечный Путь. Однажды я от своего товарища, мальчика, услышал, как его учитель, который жил у них на квартире, рассказывал его родителям, что солнце во много раз больше всей Земли, а звезды такие же большие, как наша Земля, а есть из них некоторые и больше солнца, а кажутся они нам потому лишь такими маленькими, что очень и очень высоко от нас находятся. Этот мальчик своим рассказом до того меня заинтересовал, что я от сильного впечатления всю ночь напролет не спал. Рано утром, только что появилось солнце, я отправился к этому учителю. Учитель принял меня, и когда узнал цель моего прихода, то сейчас же начал мне рассказывать о Земле, о солнце, о звездах и так далее. Как сейчас помню, как с отаенным дыханием я слушал его, а минутами даже всхлипывал от каких-то торжественно радостных слез. Мне казалось, что передо мною разверзнулась какая-то страшная, никогда не виданная мною картина. Я долго его слушал, когда же учитель закончил со мной беседу о природе и затем расспросил, чей я мальчик и сколько мне лет, я, под впечатлением его рассказов, отправился на свой огород, где росла конопля. Зашел в самую глубь этой конопли и, пав на колени, начал молиться Богу. Не могу сейчас припомнить, чего я в это время просил у Бога, но, как я сейчас припоминаю, чего-то я у него просил. Молился я так усердно и с такими слезами, что у меня лицо распухло и глаза были налиты кровью. Через несколько дней после рассказа учителя я заболел и желал несколько дней в постели. Мама моя после этой болезни стала на меня смотреть каким-то беспокойством. Не знаю, после этого, сколько прошло времени, я уже стал учиться читать молитвы. Первая молитва была «Отче наш», затем «Благородица Дева», «Достойно есть» и так далее. Но нужно сказать правду, что я с самого детства почему-то любил молиться без чтения молитв. И это чувство до сего дня меня не покидает. В нашем селе Козинки, Скопинского уезда, где я родился, были очень религиозные крестьяне, и мама моя часто водила меня к ним. Начало религиозной жизни в нашем селе было положено строившими нашу церковь тремя братьями Рябикиными. Они в часы отдыха собирали вокруг себя мужчин и женщин и читали им Святой Евангелие. Впоследствии, Скопинское духовенство, заподозрив их в какой-то ереси, сослало Луку и Семена в Сибирь. И на свободе остался только третий Иван. Они так глубоко посеяли религиозную жизнь в сердца наших казинцев, что даже до настоящего времени Козинка по своей религиозной жизни является исключительным селом во всем Скопинском уезде. Попадали также в наше село иногда и священники дивные. Особенно святой жизнью отличается настоящий батюшка, отец Григорий Стреколов. Общение с детства с религиозными людьми много доставило мне пользы, но больше всего мою детскую душу развивали леса, поля, солнце и звезды небесные. Я никогда не забуду, с каким сладостным восторженным чувством я всегда впивался в солнце или в дивный млечный путь небесных светил. Когда мне было лет семь, тогда я еще чаще прежнего стал оставлять свой дом и находиться в поле. Часто с отцом, с дядей, с работниками я выезжал в поле. Тут еще сильнее природа располагала меня к себе. Были ночи, когда все возле меня спало, и только я один бодрствовал, упиваясь до слез величественной красотой и гармонии небесных светил. Но что больше всего меня удивляло, так это то, что я всегда в самом себе с самого раннего детства чувствовал сильное влечение к молитве. Как бы своей красотой меня природа не поражала, как бы она не наполняла мое сердце и мой ум к себе благоговением, я все же чувствовал, что этого мне мало, что есть еще уголок в душе моей, чтобы заполнить который, нужна молитва. Но молитва не церковная, молитва не с молитвами, выученными наизусть, а молитва одинокая, детская молитва, которая роднит молящегося с Богом. «О, как я был тогда счастлив! Сердце мое всегда было наполнено какой-то и неизреченной радостью. Не скажу, что я верил в то время, а просто как бы ощущал, что Христос всегда со мною и что с этим миром, за этим невидимым миром. Где-то вот недалеко находится Царство Божие, а мы все через малое время должны из этого видимого мира перейти в Него и жить там вместе с Богом, вместе с Христом. И всегда я буду видеть Христа, всегда слышать Его дивное божественное учение». Однажды, как-то я услышал, не припомню от кого, что на Троицу в Иерусалиме апостолы получили огненные языки с неба. И никогда не учившись говорить иностранными языками, тут же, как получили огненные языки с неба, сразу начали свободно говорить на разных языках. Эта весть до того меня всколыхнула, что я еще до восхода солнца отправился искать Иерусалим. Отошел от своего села каких-нибудь верст пять, идет мне на встречу женщина с ребенком на руках. Спрашивает, «Куда ты, мальчик, бежишь?» Я остановился и вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, начал сам ее расспрашивать о том, где находится Иерусалим и куда, в какую сторону мне идти, чтобы попасть в Иерусалим. Женщина смотрит на меня и улыбается, и я тоже стою и смотрю на нее и жду, когда она мне скажет о Иерусалиме и о дороге, по которой я мог бы скорее до него добраться. Женщина сказала мне, я слышала, что Иерусалим находится в той стороне, где садится солнце. Я поклонился ей и отправился в ту сторону. Шел я больше всего чистым полем. Пришел в журавинский лес. Вечером пошел сильный дождь, загремел гром. И я тогда сошел с дороги, присел под куст. Наступила ночь, хлеба у меня нет, есть до смерти хочется. Утром на следующий день я встал и опять пошел по той же самой дороге искать Иерусалим. Только что стал проходить лес, как слышу, кто-то вслед не кричит. «Остановись! Куда тебя черт несет?» Я как оглянулся, то так и присел на месте. Это был мой отец. Он ехал верхом на белом коне и сплеткой в правой руке. Во весь карьер мчался ко мне. Когда он поравнялся со мной, то слез с коня, закурил махорку, посадил меня на лошадь и сам сел, и мы шагом отправились домой. К вечеру мы были уже дома. Мама со слезами встретила нас. Отец привязал коня к плетню, с плеткой в руке повошел в избу, и этой плеткой таки нарисовал на всем моем теле языки, что я две недели не мог даже сбока на бок повернуться. С этого же года я начал учиться грамоте. Первым моим учителем был один очень благочестивый крестьянин, сосед наш, Сергей Тимофеевич Тимошкин. Учился я плохо. Думаю, что причиной этому была та же самая природа, в которую я весь целиком ушел тогда. Но все же я начал читать псалтирь, Евангелие и другие книги. На восьмом году моей жизни стал я ходить в школу. Школа была для меня настоящей тюрьмой. Меня, дикаря, посадили с такими же, как я, ребятишками. Крик, виск, какой-то для меня непонятный говор. Все кричат, суетятся. И я чувствовал себя среди своих же товарищей, детей, очень и очень плохо. В школу я ходил два года. В это время я очень увлекался жизнью святых. Особенно производили на меня впечатления мученики и пустыножители. Но среди них почему-то останавливал на себе мое внимание Ориген. Не могу сейчас припомнить почему. Ориген так глубоко врезался тогда в мою детскую душу. Я даже однажды видел его во сне. С котомкой на спине, длинноликий, безбородый, босой, с палкой в руки явился он мне. Наш дом стали посещать в ту пору монахи-монахини, посылаемые в попсбору из разных монастырей. Между этими монахами, хотя редко, захаживал в наш дом один нашего села-крестьянин по имени Степан. Он временами ее родствовал. Этот полудеродивый крестьянин стал от на меня в своей высшей степени симпатичной личностью сильно влиять. В настоящее время Степан и яромонах Промского монастыря, отец Киридат. В один из летних вечеров вернулся я со своими овцами с поля домой. Вхожу в избу, смотрю, в нашей избе сидит Степан. Я поклонился ему, он подходит ко мне и говорит. Пойдемте в монастырь молиться. Я согласился. На завтра мы рано отправились в Промский монастырь и к вечеру того же дня уже стояли в монастырской церкви. Нужно сказать правду, монастырь на меня не произвел особенного впечатления. Но вот что на меня произвело сильное впечатление, это лес, который кольцом обхватывает этот самый монастырь. Игубин монастыря, отец Милетий, особенно настаивал на том, чтобы я остался в монастыре. Я его послушался. Первое послушание дали мне быть панамарем при церкви. Я ревность нанес это послушание. Несмотря на то, что я каждый день находился в церкви, я все же для успокоения души своей уходил в лес и там молился. Был однажды такой случай. Кто-то мне сказал, что явилась где-то икона Божьей Матери, что это знаменует скорое пришествие Страшного Суда Господня. Я тотчас рассказал об этом одному своему товарищу, мальчику по имени Федот. И вот полезли мы с ним вдвоем на чердак одного здания. И в ужасе и глубоком отчаянии, что надвигается страшный суд, так горячо в течение нескольких часов молились Богу, что нас оттуда еле сняли. Степан часто уводил нас с Федотом в сад и там беседовал с нами о христианских добродетелях. Особенно старался он мне внушить смирение и кротость. Так прожил я в том монастыре два года. Окончилась моя монастырская жизнь совершенно внезапно, таким образом. Сидя вечером в трапезе, слышу я однажды, читая житие святого Стефана Пермского. Как услыхал я о его миссионерской деятельности, то вспыхнуло в моей душе желание быть тоже миссионером. Окончилась трапеза, я пошел в келью. Спать не могу, сна нет. Вышел я из кельи и пошел в сад. В саду я предался ночной молитве. Горячей молитве. Не знаю, просил ли я о чем Бога или просто изливал перед ним свои чувства. Не могу точно вспомнить, но в келью я уже больше не вернулся, а утром пошел прямо в церковь. Трудно мне сейчас все вспомнить, как это со мной случилось, но только я босой, без шапки, в одном подряснике, оставил монастырь и прилетел домой. Дома родители меня встретили с каким-то ужасом. Они никак не могли понять, почему я так вдруг в таком виде оставил монастырь. Дня через два после моего побега начальство монастыря узнало, что я нахожусь у родителей дома. Игумен несколько раз присылал за мной, но я в монастырь больше не вернулся, а остался дома. Живя дома, я по-прежнему рвался из села в поле, особенно когда хлеб начинал цвести. Боже мой, как в это время я чувствовал себя хорошо. Казалось, каждая травинка, каждый цветочек, каждый колос нашептывает мне о какой-то таинственной, божественной сущности, которая так близка, близка человеку, всякому животному, всем травам, цветам, деревьям, земле, солнцу, звездам, всей вселенной. В таком опьяняющем чувстве я уходил вглубь хлебных полей, и там предавался какой-то странной молитве. То плачу, то радуюсь, то дико крещу, обращаясь к небу, то ложусь, бывало, на спину, и затаенным дыханием ожидаю последние минуты жизни. Когда приходилось мне пахать или баронить, то я и здесь, временами, особенно утром при восходе солнца и пении жаворонков, приходил в какое-то опьянеющее состояние духа. В это время жил в нашем селе один крестьянин по имени Семен Самсонович. Как сейчас вижу его, худой такой, тонкий, довольно высокий, но суталоватый, лицо худое-худое, длинное, маленькая седенькая оборотка, болезненный вид. Однажды деревом его сильно придавило. Кто бы с ним не повстречался, каждого он всегда первый приветствует, снимет шапку и низко кланяясь, скажет «Раб Божий, Царство Тебе Небесное». Жил Семен очень бедно. Когда он выдавал свою дочь, то гостей угощал на свадьбе одним хлебом и вместо водки – святой иорданской водой. Замечательный это был человек. Однажды намолотил он ворох ржи и, сев неподалеку, стал охранять от домашних птиц. Не заметив Семена, сосед с мешком в руках пришел насыпать себе это ржи. Насыпал полный мешок и никак не может поднять себе на спину. Подходит Семен Самсонович и говорит вору «Раб Божий, подожди! Я помогу тебе поднять!» И помогает вору поднять украденные у него. Отдавал всегда Семен все последнее свое. Помню раз подарили ему новый хороший овчинный тулуп. Через несколько дней пришел какой-то странник. Попросил, нет ли чего из одежи. Была зима. Сейчас отдает ему Семен свой хороший тулуп, только что подаренный. А после оказалось, странник кабак его и снес. Никогда никого словом не оскорблял Семен. Если кто его ругал или обзывал нехорошим словом, он на все всем отвечал «Раб Божий, царство тебе небесное!» Никогда ни с кем не спорил. Речь его была тиха, говорил мало. Любил он раньше всех приходить в церковь. Любил также звонить на колокольни в один колокол. И какой бы ни был ветер, холод, мороз, под колоколом стоял он всегда с наблаженной головой. А когда стоял на молитве, то слезами увлажнял свою голову. С этим-то Семеном я и познакомился. И мы полюбили друг друга горячо. Как-то зашел он к нам в избу. Говорили мы с ним о многом. Наконец он обращается ко мне со следующим призывом. «Пойдем, раб Божий, к Тихону Задонскому. Помолимся ему. А вось он укажет тебе путь спасения». Родители согласились меня с ним отпустить. И мы через два дня отправились в путь. Был великий пост. Шли мы четыре дня. В монастыре мы исповедовались и причастились к святых тайн. Был в этом монастыре прозорливый иеромонах Иосиф. Зашли мы к нему. Он Семена принял очень хорошо. А мне сказал, что я через год буду на Старом Афоне. Когда мы вернулись обратно домой, то через неделю Семен опять, ничего не говоря своей жене, тайком отправился на Богомолье в Киев. Это он уже одиннадцатый раз в своей жизни таким образом пошел в Киев на Богомолье. Бывали даже такие случаи в его жизни. Вот кто-нибудь даст ему своего коня с сахой, чтобы он спахал свою какую-нибудь десятину земли. Видит он, что женщины-старушки потянулись на Богомолье. Останавливает их, спрашивает, куда они идут. Услышит, что в Киев к отцу Ионе. Тут же моментально оставляет чужого коня на поле и без всякой котомки отправляется с ними на Богомолье. Поистине, редкий, дивный был христианин Семен Самсонович. Вернувшись из Киева, через день Семен Самсонович посетил меня, и мы провели в этот день в духовных беседах. Он много рассказывал мне хорошего, поучительного из своей прошлой жизни. Любил он говорить об апостоле Павле. Он считал его выше всех святых, так как Павел, по его мнению, больше других апостолов любил Христа. Часто мы с Семеном выходили в поле, и там в религиозных беседах проводили время. Семен как-то особенно любил меня, но часто меня больше всего к нему привлекало, так это то, что он был в духовной жизни очень уравновешен. Этим он особенно как-то подкупал к себе. Кроме всего, Семена у меня был еще другой близкий человек, Игнатий Иокимочкин. Человек тоже богобоязненный, но далеко не такой, как Семен. Был еще и третий, и тоже в духовной жизни далеко уступал Семену. Часто посещал я их, а они, в свою очередь, бывали у меня, но моя душа была для них закрытой. Странное дело, в этом году я впервые почувствовал сильное влечение к одной молодой девушке. Чувства для меня совершенно незнакомые, но влечение это было совершенно чистое. Мне было тогда 13 лет. В этом же самом году мои жизни напали на меня впервые богохульные мысли. Любовь к девушке долго моей душе не могла гореть, она скоро угасла, но богохульные мысли совершенно замучили меня. Я от них лишился аппетита, сна, стал не по дням по часам сохнуть и, наконец, лег в постель. Я от этих мыслей говеть боялся и так и не говел. Началась Пасха. На второй день Пасхи приходит Семен и говорит мне, «Раб Божий, я горий, Христос воскресе! Царство тебе небесное!» Я ответил, «Воистину воскресе!» «Что-то ты заболел!» продолжал Семен. «Пойдем в Киев к святым угодникам, они нас ждут к себе в гости!» «Пойдем!» ответил я. Мама моя заплакала. Отца в этот день дома не было. Раба Божия Пелагея обратился к моей маме Семен Самсонович. «Отпускаешь ли ты в Киев сына к угодникам Христовым или нет? Чего же ты плачешь? Нужно радоваться, что сын твой пойдет в Киев на Богомолье». «Я ничего против не имею, но он какой-то у меня странный. С чего доброго еще сбежит от нас куда-нибудь, а тогда вечно будем его оплакивать». Вот отец придет, и мы тогда подумаем. Раба Божия Пелагея, начал говорить Семен, «У нас у всех один отец, Бог, мы только Ему одному должны служить и служить без всяких размышлений». Через час или два приходит мой отец домой, немножко выпивши. Мать ему передает, что я с Семеном хочу идти в Киев на Богомолье и что для этого дела нужно достать мне паспорт. Отец задумался. Потом, обратившись ко мне, говорит, «Не знаю, что из тебя и будет. Одни тебя очень хвалят, а другие считают за сумасшедшего дурака. Не знаю, что с тобой делать. Сколько раз бил я тебя, оставлял без обеда, наказывал, но ты все делаешь по-своему. Не знаю, что с тобой делать. Если хочешь идти в Киев, иди уже». Я возрадовался.